Всем привет! Меня зовут Александр, я инженер компании Merion Networks. И в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о маршрутизации вызовов в IP-ATS Asterisk и показать, как правильно их настраивать с помощью графической оболочки FreePBX. В нашем случае мы будем использовать Asterisk последней версии 13.10 и графический интерфейс FreePBX 13, то есть также самые последние доступные версии. В нашем предыдущем видео по ссылочке мы рассказывали, как настроить и зарегистрировать SIP-Trank от провайдера ВАИП-услуг. Чтобы можно было им воспользоваться, необходимо настроить маршрутизацию вызовов. Маршрутизация бывает входящая и исходящая. Входящая маршрутизация – это правило, по которым будут обрабатываться звонки, поступающие на вашу офисную АТС. С помощью входящей маршрутизации можно реализовать различные бизнес-процессы. Например, можно направить входящие вызовы с определенных номеров на IVR, рингруппу, ответственного менеджера или любое другое направление, которое настроено на вашей АТС Asterisk. Исходящая маршрутизация – это правило, по которым будут обрабатываться исходящие звонки, которые проходят через вашу АТС. При исходящей маршрутизации можно учитывать направление вызова. Например, если вы пользуетесь услугами двух провайдеров IP-телефонии, и у одного из них цены дешевле для звонков за рубеж, а другой предоставляет более выгодные цены для звонков по России. Давайте перейдем к настройке. И первое, что мы настроим – это входящую маршрутизацию. Для этого переходим на вкладочку Connectivity, ищем Inbound Roads. У меня и так это было открыто на экране. Ждем загрузки. Нажимаем Add Inbound Roads. И открывается следующее окно. Основным параметром здесь является DID Number. Это тот самый номер, который мы получили от провайдера в IP-телефонии. Давайте введем здесь какой-нибудь номер. Будем считать, что именно этот номер мы получили от провайдера в IP-услуг. Первой строчкой идет Description – это описание. Я рекомендую сюда также вбить этот номер, чтобы потом было легко ориентироваться в входящих маршрутах, которые уже настроены на ваше IP-ATS Asterisk. В самом простом случае здесь остается настроить только строчку Set Destination. То есть направление, куда будут отправляться все вызовы, поступившие на данный номер. Это может быть абсолютно любое направление. Например, выберем Announcement, Greetings и нажимаем кнопочку Submit. Далее подтверждаем Apply Config. Итак, на этом настройка входящей маршрутизации у нас закончена. Что мы имеем? Мы вешаем этот номер куда-нибудь на сайт и раздаем своим клиентам. И при звонке на данный номер все вызовы будут поступать на некий Announcement, то есть голосовое приветствие. А дальше будут обрабатываться в соответствии с правилами этого Announcement. То есть либо передаваться дальше в IVR, на рингруппу или на любое другое направление. Перейдем к настройке исходящей маршрутизации. Для этого опять выбираем Connectivity и ищем Outbound Roads. Нажимаем кнопку Add Outbound Road. И открывается следующее окно. Первая строчка здесь это Road Name, то есть имя маршрута. Рекомендуем записывать название по номеру телефона, это позволяет быстрее ориентироваться на встроенных маршрутах. Вот будем считать, что это номер, который нам выдал C-провайдер. Далее идет строчка Road CID. В данном поле можно ввести Caller ID для этого маршрута, то есть номер звонящего, который мы будем отправлять в сторону провайдера. Поскольку провайдер может перекрывать наш номер каким-либо другим ООНом, то по сути эта строчка нам не нужна. Следующая полезная опция это Roll Password. Данная опция позволяет запрашивать у пользователя пароль, чтобы позвонить через данный маршрут. Это достаточно полезно при звонках за рубеж. Далее есть опция Music on Hold, которая позволяет для различных направлений звонка сделать какое-либо голосовое сообщение. Например, можно предупредить звонящего, что он звонит за рубеж. Далее идет опция Time Group. Эта опция позволяет разрешить пользоваться данным маршрутом только в определенное время, которое прописано в настройках соответствующей тайм-группы. Опция Road Position позволяет определить приоритет данного маршрута по отношению к другим. Опция Trunk Sequence for Marched Roads позволяет настроить последовательность SIP-транков для отправления вызова в сторону провайдера. Если, например, первый транк будет недоступен, то вызов отправится на второй и так далее. Если вызов не может состояться по причине неработоспособности SIP-транков, то можно отправить вызов на любое другое направление. Например, тоже на анонсмент, который сообщит о том, что все транки неработоспособны, то есть все линии неисправны. Перейдем на вкладку Dial Patterns. Dial Pattern – это шаблон набора номера. Это уникальный набор цифр, который позволяет отправить вызов в нужный SIP-транк. Если шаблон совпадает, то вызов отправляется через SIP-транк в сторону провайдера. Шаблоны набора номера имеют собственный синтаксис, который можно посмотреть, нажав на плюсик в строчке Pattern Help. Вот он. С помощью данного синтаксиса можно настроить абсолютно любой шаблон совпадения номера для отправления в SIP-транк. Например, X совпадает с любым числом от 0 до 9. Z – с любым числом от 1 до 9. N – это любое число от 2 до 9. И так далее. Шаблон набора номера состоит из четырех частей – Prepend, Prefix, Match Pattern и Caller ID. Часть Prepend будет добавлена к номеру перед заправлением в SIP-транк в случае совпадения шаблона. Часть Prefix – это часть шаблона, которая будет удалена. Match Pattern – это, собственно, набранный номер. В части Caller ID можно разрешить использование данного маршрута только с определенных внутренних номеров. Это удобно, когда у нас есть несколько офисов с разной нумерацией вида 1XXX или 2XXX. Например, в данном случае мы разрешаем звонить на номера, начинающиеся с цифр 7 и 8, только сотрудникам офиса с нумерацией 3XXX. Как правило, провайдеры в AIP-услуг по-разному обрабатывают набранные номера. Чтобы перестраховаться, рекомендуем создать множество шаблонов для разных случаев набора, которые провайдер точно поймет. На этом настройка исходящего маршрута закончена. Остается только подтвердить кнопочку Apply Config. И можно совершать вызовы через номер, который нам предоставил провайдер AIP-услуг. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго и удачи! Продолжение следует...